Признаки возобновления контрнаступления на Восточном фронте поднимают боевой дух солдата. Об этом говорят сами защитники Украины, готовясь освобождать все новые населенные пункты от оккупационных войск Российской Федерации. И это уже начали делать на некоторых направлениях. Дома побиты, на дорогах воронки от снарядов. Это следы от обстрелов путинскими войсками. Таков прифронтовой Северск сегодня. На Востоке линия соприкосновения оставалась неподвижной уже долгое время. Украинские воины говорят, это только кажется, что фронт статичен. Контрнаступ у нас происходит каждый день. Не только наш батальон, в основном тут много брюгат работает, батальонов. Потихоньку продвигаемся. Где не получается продвигаться, там парни удерживают позиции. Не везде, конечно, все хорошо, как бы хотелось. Потому что у них артиллерия очень хорошо работает. Солдаты концентрируют усилия на дороге Сватова-Кременная с целью перерезать российскую линию снабжения. Вдохновение, когда у нас начинается по всем сторонам контрнаступление. И неуспешные люди, моральный стан, так сказать, их задувильный становится. Они хотят идти вперед, хотят идти в бой. Это лучше, чем просто сидеть. Мы просидели полгода в обороне, когда нас постоянно бомбили. Сейчас, когда у нас есть уже оборудование более новейшее, и они как бы им работают, и все получается у нас, это более приятнее. Постоянные обстрелы стали настолько привычно, что украинские солдаты даже умудряются во время них крепко спать. Если она бьет не по нам и не сильно громко, тогда даже не просыпаешься. Она, наверное, уже привыкаешь со временем. Ну, кто не привыкает, кто не спит, постоянно у него тревожность. Главное заснуть. Обстановка на фронте вселяет уверенность в украинских солдат и дает силы. Говорят, скоро освободят всю Украину. Я верю.